Здравствуйте, Рената! Здравствуйте! Вы автор очень интересного философского проекта «20 минут тишины». Скажите, пожалуйста, сталкивались ли Вы с какими-то проблемами на различных этапах? Да. Их было достаточно для того, чтобы в какие-то моменты даже отказаться. Это самая, наверное, главная, так называемая проблема, это все начинается с того, когда мы не уверены в себе. И чтобы нести рассказ в своем проекте, мне пришлось проделать определенный путь, чтобы поверить как раз в собственные силы, в себя и начать об этом говорить. Потому что до этого три года я проект вынашивала в себе и рассказывала друзьям, и все, боялась подступиться и начать что-то делать. И когда я в процессе поняла, что таких людей, как я, очень много, и ключевое, с чем мы сталкиваемся, это начать делать. Идей много, желания есть, но найти в себе силу сделать первый шаг, это, наверное, самое ключевое. И, конечно же, дальше уже то, с чем ты сталкиваешься, когда тебе говорят, что нейминг у тебя проекта, что это за название проекта, куда ты с этим проектом пойдешь, придумай другое название, почему 20 минут. И я этого очень много встречала, и каждый раз люди не понимали. Кто-то понимал и кричал прекрасно, а кто-то говорил вообще, о чем это, и куда ты с этим пойдешь. В общем-то, в какой-то момент ты доходишь до точки внутри себя, и ты понимаешь, что ты хочешь это делать, ты начинаешь это делать, ну и тот, кто тебе верит, не верит или цепляется за название какие-то формы, это тебя уже перестает волновать. Ну, на первичном этапе, конечно же, ты как автор очень болезненно относишься к каким-то замечаниям или непониманиям, потому что кажется, что как же, вот он проект, вот я хочу об этом рассказать, это так прекрасно, когда человек с таким лицом говорит, вообще название у тебя такое дурацкое, то, конечно... А поддерживали ли ваши близкие, ваши начинания относительно проекта? Нет, близкие об этом не знали, и я поняла, что даже касаемо родителей, если мы говорим, кто такие близкие, близкие друзья, да, поддерживали, родители и кто-то из там родных, я даже не говорила, чтобы какими-то их внутренними страхами, моментами просто себя не сдержать и не останавливать. Поэтому, когда я уже совершила проект, вот презентация прошла, вот уже было сделано, я могла показать, я просто сказала, вот я сейчас занимаюсь своим проектом, вот это выглядело так. А часто ли вам удается побыть в тишине, о чем вы думаете в такие моменты? Да, хороший вопрос. Ну, и проект родился из моей тишины, и, конечно, я сейчас, у меня есть определенное, мое внутреннее правило, находить для себя время, потому что, когда ты, понятно, готовишь проект, это уже в каком-то процессе, у меня еще трое детей, и они абсолютно разных возрастов, от самого маленького, который еще в садик не ходит, до уже средних классов, и со всеми нужно поговорить и пообщаться, а есть еще социальная жизнь, то я выделяю для себя время, чтобы меня никто не трогал, я была сама собой, погружалась в себя, разговаривала с собой и осознавала, где я, что я сейчас делаю, что я сейчас чувствую, и чувство – это, наверное, основное, потому что любой проект, который ты готовишь и реализуешь, он идет из состояния внутреннего. То есть, если ты в страху, в какой-то неуверенности, ты не можешь не нести проект, не делать. То есть, вот, поэтому у меня, моя тишина всегда со мной как раз. Понятно. А осенью 2017 года в рамках вашего проекта на территории главкино в Подмосковье был разбит яблый сад. Да, сейчас мы все узнали. А что вот вы можете нам рассказать вам об этой акции? Для меня вот это было как раз рождение проекта «Двадцать минут тишины», и это была акция как символ, потому что мы сажали яблони, это вот как такие ростки, которые потом превращаются в деревья, которые несут плоды, и собрав людей из совершенно разных сфер, потому что были и актеры, и режиссеры, и ведущие, и даже министр культуры Московской области, мы все сажали деревья и писали свои пожелания, такие послания миру. То есть для меня это была такая символичная акция, начало вот, собственно, нашего проекта, нашего движения «Двадцать минут тишины». Такая очень важная. Я поняла вот в этом как раз процессе, потому что это был мой первый шаг, который на этот дом подходила, как раз три года, все в каких-то неуверенностях в себе. И когда я приглашала людей, это были актеры, которых я даже не знала, как Андрей Мерзликин, ну и другие. Я просто рассказала, здравствуйте, я Рената, я автор проекта, название, вот наша идея, вот наша цель, вот мы хотим об этом говорить с миром. Они говорили, о, какое хорошее название, нам интересно, я буду. И я столкнулась с тем, что люди откликаются. И вот для меня это был как подарок вот в этом проекте, такой отклик людей, которые даже совершенно меня не знают. Ну да, придает силу, уверенности в себе. А вот как раз я ответила себе вопрос, что ты можешь, ну как бы, делай, делай дальше. Мы знаем, что многие известные люди поддерживают вас в минуту тишины и участвуют в различных мероприятиях, которые вы организуете. А скажите, как вот эти люди узнают о вас в вашем проекте? Ну, надо сказать, что до этого у меня было 12 лет, когда я работала пиар-директором разных проектов, и я работала в сфере шоу-бизнеса. И то есть как раз многие знакомые или друзья, это как раз люди, с кем я раньше соприкасалась только в своей прошлой деятельности. А так я не боюсь сейчас звонить незнакомым людям. Я не хожу телефоны, номера, представляюсь, говорю, вот такой проект. И если человек готов к продолжению диалога, я просто встречаюсь, рассказываю об этом. То есть по-разному. То есть с кем-то я знакома, с кем-то я не боюсь просто... И кто-то, может, и слезы. Ну да, по-разному. То есть тут... А каким вы видите ваш проект в будущем, может быть, через несколько лет? Я вижу, вижу. Я видела этот проект как раз три года назад, когда я расписывала, что я хочу, и как он начинается. И в какой-то момент я поняла, что этот проект как сама жизнь. Он живой. Он вне каких-то форм. То есть нельзя сказать, что вот мы проведем фестиваль, и вот в этом есть проект. То есть для меня проект — это как движение, которое в совершенно разных формах. Здесь это фестиваль. Здесь мы собираемся с людьми, сажаем яблони. Здесь у нас арт-проект инсталляции, где-то перформансы, где-то еще что-то. Это проект, это как процесс в процессе. И момент ради самого момента. И поэтому я в какой-то момент сознательно отказалась от того, как я хочу видеть. Я не знаю, мы даже в своей жизни не знаем, что мы увидим завтра, а уж тем более через пять лет. И для меня любой график, любая схема, она статичная, и в ней уже нет жизни. Как только мы начинаем что-то прописывать, вот я хочу так, 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 я вот делаю это, 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 прихожу вот в этой точке. Вот фокус на этой конечной точке разрушает всю прелесть и красоту момента, которая происходит здесь и сейчас. Да, создавая рамки, мы как-то ограничиваемся. И поэтому я поняла, что я открыта ко всему. Потому что начиная проект, я не знала, что я окажусь здесь, что я буду разговаривать с вами, что у нас может родиться совместный проект. Но если бы я что-то прописала, и мой фокус был вот идти туда, 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 я скорее бы здесь бы и не сидела. Но мне очень интересно именно взгляд ваш, вот именно там школьников, студентов, того, как вы это чувствуете, а не в фокусе даже там людей, за плечами которых какой-то солидный жизненный опыт. Потому что, как правило, с определенного возраста люди становятся заложниками своего опыта, либо своего успеха, либо еще чего-то. Вот, поэтому, к чему я приду с этим проектом, я не знаю, я открыта всему. Всему прекрасному. Вот так скажем. Это замечательно. А что бы вы могли посоветовать нам, вот, ребятам, как начинающим, будущим журналистам? Вот самое ключевое, что я как раз прожила и прочувствовала, это вера в себя. Вот когда мы... И честность с самим собой, потому что это ключевое. Когда мы честны с собой, мы понимаем, что внутри нас происходит, что мы чувствуем, что мы хотим делать, тогда уходят какие-то искажения, ситуации неприятные нам. Но для меня это ключевое, честно с собой. И точка уверенности, она в нас. Не родственники, не родные, не даже близкие люди, как бы нас не поддерживали, если этой уверенности в нас не будет, нам не нужно опираться, кроме нас самих. И больше прислушиваться к себе, к своему внутреннему голосу. Да, да, да. Только так. Потому что все ответы на любые вопросы, даже на то, что мы хотим сделать, написать, сказать, они все есть в нас. Чем больше мы бегаем вовне за кем-то, чтобы услышать, либо с желанием получить готовое решение, тем больше мы уходим от себя. То есть к себе, путь к себе. Спасибо большое за то, что так подробно ответили на все вопросы, поделились своим опытом, своими знаниями. Было очень приятно с вами общаться. Мне тоже. Спасибо. Спасибо.